С каждым днём приближается время выборов депутатов Государственной Думы России. В связи с пандемией голосование будет проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. К этому важному событию повсеместно, в том числе и в нашем муниципалитете, полным ходом идёт подготовка. В территориальной избирательной комиссии Славянская накоплен богатый опыт проведения выборов самого разного уровня. Это помогает сотрудникам в том, чтобы не упустить ни один аспект всеобъемлющей подготовки к серьёзному мероприятию государственного масштаба. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянской Анатолий Чумаков проинформировал нас, как идёт предвыборная работа. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Сегодня составлен избирательный бюллетень, который будет утвержден 17 числа на выборы депутатов Государственной Думы. Помимо депутатов Государственной Думы у нас в районе будут избираться главы двух поселений. Это Целинного сельского поселения и Петровского. Они также, все кандидаты зарегистрированы. Избирательные бюллетени также составлены и будут утверждены 17 числа. Хочу сказать, что на протяжении прошлой недели территориальная избирательная комиссия Славянская совместно с органами внутренних дел, МЧС, неведомственной охраны, социальной защиты, администрации, членов участковых избирательных комиссий, территориальной избирательной комиссии обследовали избирательные участки на пригодность к проведению выборов. Обследовав все избирательные участки, составлены паспорта, все паспорта подписаны, замечания, которые были выявлены, все они устранены. На сегодняшний день замечаний по избирательным участкам нет. Поэтому все избирательные участки готовы к проведению выборов. Для того, чтобы предстоящее голосование прошло без проблем, в территориальной избирательной комиссии постоянно контролируют ход подготовки к выборам. Мы продолжим рассказывать о предвыборной работе в следующих новостных выпусках.